Михаил Сдощенко, Бедный Федя, читает Шалями Дмитрий, 9 лет. В одном детском доме находился мальчик по имени Федя. Это был очень грустный и скучный мальчик. Он никогда не смеялся, не шалил и даже не играл с ребятами. А он тиконько сидел на скамейке и о чём-то думал. И дети к нему не подходили, потому что ей было неинтересно играть с таким скучным мальчиком. И вот однажды воспитательница дала Федя книжку и сказала, «Прочитайте вслух несколько строчек из этой книги. Я хочу узнать, хорошо ли вы читаете, чтобы знать, в какой класс вас зачислить». Федя покраснел и сказала, «Я не умею читать». И тогда все дети удивлённо на него посмотрели. А некоторые даже рассмеялись, потому что мальчику десятый год, а он читать не умеет. Это смешно и странно. А учительница сказала Феде, «Неужели вы совершенно читать не умеете? Может быть, вы даже не знаете букв?» И, показав на букву А, спросила, «Какая это буква?» Федя снова покраснел, а потом повледнел и говорит, «Я не знаю, какая это буква». И тогда все дети кропко рассмеялись. А учительница спросила, «Как же так случилось? Что вы до сих пор букв не знаете?» Федя сказал, «Когда мне было пять лет, фашисты угнали нас в Германию, меня и мою маму. И там мы работали на заводе, и там фашисты не учили нас читать». Тут все дети перестали смеяться, а учительница спросила Федю, «А где же теперь ваша мама?» Печально взохнув, Федя сказал, «Она умерла в Германии. Она была очень больна, и она лежала с высокой температурой». Но фашисты подняли ее штыками и заставили ее работать. Вот почему она умерла. Учительница сказала Феде, «Бедный мальчик, ты не смущайся, что ты не умеешь читать. Мы тебя научим, и мы будем любить тебя как родного». И, обратившись к ребятам, она им сказала, «Ребята, примите Федю поиграть в свои игры!» Но Федя отказался играть и по-прежнему сидел на скамейке скучной и бледной. И вот в один прекрасный день учительница взяла его за арку и повела к докторше и сказала ей, «Будьте добры, дайте мальчику какие-нибудь порошки, чтобы он был веселый и здоровый, и чтобы играл с ребятами, а не сидел бы молча на своей скамейке. Докторша удивилась, «Нет, таких порошков у нас не имеется, но есть одно средство, чтобы он был веселый и здоровый, и чтобы играл с ребятами. Это нужно, чтобы он засмеялся или хотя бы улыбнулся, а если это произойдет, вот тогда он и будет здоровый». И вот все дяди узнав об этом стали веселить и смешить Федю, они, наверное, что падали перед ним, чтобы он засмеялся, наверное, что мяукали, бегали, прыгали и ходили на руках. Но Федя не засмеялся. Конечно, он смотрел на все это, но улыбка не появлялась на его лице. И тогда дети стали придумывать исключительные номера, чтобы рассмешить Федю. Они смяли кусок газеты и сделали небольшой такой шарик против меча и привязали этот шарик кошке за лапу, за длинную нитку. Кошка побежала и вдруг видит, бумажный шарик бежит за ней. Кошка, конечно, бросилась к этому шарику, но шарик, который она пыталась поймать, ускользнул от нее. Кошка прямо с ума сходила, чтобы поймать этот шарик. Правда, учительница запретила этот номер. Она сказала, что не следует так волновать животное. И тогда дети стали ловить эту кошку, чтобы отвязать от нее бумажный шарик. Но кошка решила сама оделась от него. Она влезла на дерево, чтобы наконец не видеть его. Но, к ее удивлению, бумажный шарик тоже полез на ней на дерево. Это было очень комично. И все дети так засмеялись, что некоторые даже попадали на траву. Но Федя и тут не засмеялся. И даже не улыбнулся. И тогда дети решили, что Федя уже никогда не будет здоровым. Разве не умеет смеяться. И вот однажды в детдом вошла одна молодая женщина, некто Анна Васильевна Светлова. Это была мамаша одного мальчика, Гриши Светлова. Она пришла за ним, чтобы забрать на воскресенье себе домой. Она пришла такая веселая, и сыночек в нее тоже очень развеселился, когда увидел ее. Он забегал вокруг нее и с удовольствием стал удивляться, чтобы идти домой. И они уже хотели уйти, но тут Анна Васильевна увидела Федю, который сидел на скамейке и так грустно смотрел на них. Он так задумчиво на них смотрел, что Анна Васильевна невольно подошла к Феде и сказала, «А разве ты, мальчик, не идешь сегодня домой?» Федя тихо сказал, «Нет, у меня нету дома». Гриша Светлов сказал своей бате, «У него нету дома, нету мамы, благодаря фашистам». И тогда Анна Васильевна сказала Феде, «А если хочешь, мальчик, пойдем с нами». Гриша закричал, «Конечно, пойдем с нами, у нас дома весело, интересно, будем играть!» И тогда все увидели, что Федя улыбнулся. Он чуть-чуть улыбнулся, но все это заметили. Все хлопали в ладоши и сказали, «Браво, браво, он улыбнулся, он теперь будет здоровый!» И тогда Анна Васильевна поцеловала Федю и сказала, «С этих пор ты каждое воскресенье будешь ходить к нам, а если хочешь, я буду твоей мамой». И тогда все увидели, что Федя второй раз улыбнулся, и он тихо сказал, «Да, хочу!» И тогда Анна Васильевна взяла его за руку, а за другую руку взяла своего сына. И они в трое ушли из детдома. И Федя очень переменился к лучшему. Он очень подружился с Гришей. Он стал больше шутить, играть. И однажды доктор Ша, увидев его таким, сказала. Он поправился, потому что он стал смеяться. Смех приносит людям здоровье.